Она ждет. Где? Вы зашли в прямой эфир? Да. Где она ждет? Всем привет! Мы в прямом эфире. Эфир сегодня будет очень интересный, необычный. Так, Ярослава. Так, Ярослава. Привет, привет. Это ты? Привет, я тебя вижу. Это я. Видишь, как я меняюсь, что ты меня даже не узнаешь. Да, слушай, похорошела прям вообще. А, ты в цветах там вся. Я в цветах, посмотри, какую мне привезли корзину сегодня. Ой, у тебя день рождения. У меня каждый день день рождения, каждый день я новая. Каждый день праздник. Я рада тебя видеть. Взаимно, я тоже тебя очень рада видеть. Да, рада приветствовать тебя. А, тут подвисает. Все, понял. Я только представлюсь, меня... Да. У тебя там зависает в твоем большом доме интернет. Да, я сейчас вот ищу мне... Где мне сесть, чтобы вам было удобно меня видеть. Я пока всех поприветствую. Вне спущусь. Ну что, ты меня уже презентовал, сказал, кто я, что я. Да, вот здесь я уже... Я точно сказала, что сегодня у меня прямой эфир с Виктором Ильиным, человеком-легендой. Такой, может, научить, чтобы было много денег и много времени. Вот прикинь, спускаешься на первый этаж, вот, нахожу, вот... Да, 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 да. Понимаешь, пачку баксов. Ну вот что это за безобразие вообще? Ты как вот так вот? Деньги... Не, ну реально, вот я прихожу, вот у меня стол, понимаешь? И вот баксы реально валяются. Вообще безобразие. Слушай, классно, классно. У меня также такие же чудеса происходят, да. Не интересно даже. Видишь, вокруг меня все расцветает, цветы сами приходят. Да, вокруг меня эти пакты расцветают, да, какие-то? Да. Кто на что учился, да? Ну да. У кого какие дары, да, открылись. У кого какие таланты. Не, меня правда интересует происхождение этих купюр. Чего они у меня судьбодят? Не знаю, безобразие. Так, друзья, сколько у нас сейчас людей в эфире, уже, наверное, можно проанонсировать, про что я хочу встречу провести. На самом деле встречу я сегодня хочу сделать необычную. Не про финансы. Я обычно так про финансы, про инвестиции вещаю. А сегодня я хочу поговорить про очень важную для каждого человека тему. Называется тема «Мой род». Не род, в смысле, с буквой «Т» на конце. Это тоже важная тема. А род с буквой «Т» на конце. Ярослав, я тебя сейчас представлю. Это первый человек, который я встретил в своей жизни. Живой человек, который знает свой род до седьмого колена. Причем, если я правильно понял Ярославу, знает каждого из этого рода человека. У меня есть история. И это вообще сногсшибательно, потому что если вы начнете древо своего рода рисовать, вы очень быстро поймете, как количество людей нарастает. А родители-то у нас всего двое, мама, папа. Причем это без исключения вообще, по-другому не бывает, что характерно. А бабушек, дедушек у нас четыре уже человека, что тоже, вообще-то говоря, без исключения. Потому что у каждого из наших родителей двое родителей. А дальше еще надо умножать. Дальше уже восемь, потом шестнадцать, потом тридцать два. И смотрите, как быстро нарастает. Шестьдесят четыре. Кто умножит умножить? Сто двадцать восемь. Это сколько вот колено? Давай, давай, смотри. Первое колено родителей, да, это двое. Бабушке, дедушке четыре. Про бабушке, про бабушке. Семь. А следующая уже, про-пра, да? Это шестнадцать. Следующая. Про-пра-пра. Шестьдесят четыре. Можно сбиться со счетов. Сто двадцать восемь. А, слушай, ну я почему-то думал больше, да? То есть я правильно понимаю, что у тебя вот этих на седьмом поколении, у тебя сто двадцать восемь, да? Нет, двести пятьдесят два там получается. А, то есть еще надо, двести пятьдесят шесть, да? Да, двести пятьдесят шесть. То есть это только вот этого поколения у тебя двести пятьдесят шесть? Это семь поколений, да. Но я хочу сказать, что я не настолько уникальна, потому что я познакомилась с человеком, который шестнадцать поколений своих сделал. У него баннер на стене, ну такой баннер приличный, шесть, три, нет, два, два на восемь. И там вот прямо полторы тысячи человек. Но он, правда, еще делал и таких вот дедушек, бабушек, которые параллельные там, тети, дяди. Так что если серьезно заняться этим, то можно сделать. Есть два пути, да? Один путь — это архивы, архивы и рассказы родных, да? Это первый путь. И второй путь — это погружение в себя и через внутреннее созерцание, узнавание своей силы рода, своих родственников, предков, как они жили, истории. И прямо яркие картинки могут быть. Ярослава, я тебя прямо сейчас хочу остановить. Я очень не люблю перебивать людей. Давай я тебя просто перебью, чтобы ты не сливала интригу. Что на самом деле, друзья, я всегда зацепил полагание, да, правильно. Вот. Я понимаю, что меня тоже жизнь сводит все время с людьми, которые говорят там, Витя, дай нам инструменты, там, ну, по инвестициям я с людьми разговариваю, да. И они сразу начинают с того, что, видите, дай нам инструменты, куда нам инвестировать, там, и так далее, расскажи про инструменты. И ты нам сейчас раз-раз-раз по инструментам начинаешь. Я стараюсь инструменты... Инструменты-то ведь можно знать, но как их применять, это же... Да. Этому же надо учиться. Каждый знает, что такое удочка, но не каждый может поймать рыбу. Это правда, да. Вот. Но я хочу, на самом деле, я говорю, ребята, если вы до сих пор не знаете, знаешь, что-то с целеполаганием вопрос какой-то есть, да. То есть если бы у вас было все нормально с целеполаганием, у вас бы было все уже давно сделано. То есть... И поэтому вот я хотел бы все-таки понять сначала, а для чего тебе это нужно? И вообще для чего это нужно человеку? Для чего это нужно лично тебе? Вот столько вот этих поколений родственников узнать было. И для чего это вообще людям нужно? Потому что если ты не знаешь для чего, ну, собственно, зачем тебе про эти инструменты, да? Давайте поймем, для чего нам это нужно. Кстати, друзья, вот те, кто присоединился, да, мы говорим про род, да, вот и Ярослава, чудо у нас в эфире. И мы ведем совместный эфир, Ярослава, чудо – это творческий псевдоним, ну и фамилия тоже такая, чудо, да, Ярослава. Да, говорящая фамилия. Да, говорящая фамилия, да. Вот, и это действительно чудо, я говорю, что Ярослава – это уникальный человек, который, я знаю, это семь поколений своей родни, Ярослава знает поименно. Вот, это 256 человек в последнем поколении, а если все просуммируют, там, наверное, чуть ли не тысячи человек получат, да, ну, несколько сотен – это точно. Вот, и я когда это узнал, для меня это круто, потому что, вообще говоря, я сейчас снимаю фильм про роды, про роды, и я понял, что все, там, два поколения, а дальше я вообще не понимаю, что там и как. Вот, и там все теряется. Вот, и, конечно же, меня очень интересуют технические подробности, как Ярослава это узнала. Но прежде чем мы все-таки про технику поговорим, очень бы хотелось заинтересовать людей, то есть объясните, зачем это нужно. Вот, и вот, друзья, вы имеете возможность писать комментарии, поэтому вот пока мы сейчас тут будем рассуждать на эту тему, пишите быстренько сейчас свои соображения, зачем это нужно. Зачем нужно? Узнавать вообще своих, свою, своих предков. И еще второй вопрос, зачем нужно столько много, да, то есть, ну, узнал там своих родителей. Кто узнал, да? Ну, бабушку с дедушкой, ладно, там, как-нибудь позже, там, зачем больше, да вроде достаточно, чего уже, там, побольше. Пишите ваше предположение, зачем это нужно человеку, вот, а мы сейчас вот паузу сделаем, небольшую рекламу, да. Реклама, пауза, друзья, все на КФС. Ну, вот задавал мне вопрос, да, зачем это нужно лично мне. Начну с того, что я всегда себя на земле чувствовала инопланетянкой. И мне всегда хотелось понять, ну, кто же мои родные, кто, вот, потому что у меня были родители, я счастливый ребенок, у меня были папа и мама, которые любили друг друга, у меня было замечательное, хорошее детство. У меня брат и сестра, ну, короче, все замечательно и хорошо. У меня самые лучшие на свете дедушка и бабушка по папиной линии, а мама у меня выросла в детском доме. И если я бабушку, дедушку знала, видела даже свою прабабушку, вот, много слышала историй о своих родных, о дедушке и бабушке, то мамина линия была как-то очень закрыта, и мне всегда было интересно, а кто они, а кто там, а что еще дальше, а для чего человек живет на земле, а что нас связывает, насколько мы похожи на своих родных, да, потому что я, допустим, похожа на дедушку, на папиного папу, и похожа и характером, и внешне. И мне было очень интересно, как это я, такой самодостаточный человек в детстве, я уже так считала, что я целая, и я такая единственная, и других таких нет, я это понимала, без лишней скромности. И мне было просто интересно, почему я похожа на деда, и на кого похож дед, да, и как вообще все это работает в мире. То есть с самого раннего детства я задавала себе этот вопрос. И у моей мамы была мечта найти своего отца, куда он пропал без вести, и так получилось, что я его нашла. Правда, нашла уже родственников своих, да, и побывала на его могиле, но тем не менее вот эта связь, эти истории, они у меня теперь есть. Можно сказать, я как будто лично его полетала, потому что когда слушала рассказы о нем, я его прямо реально представляла, и на фотографиях видела. Короче, здорово узнавать свои корни, потому что человек приобретает еще большую силу. Вот что значит одна веточка на дереве, да, и когда целое, большое, огромное дерево, да. То есть также намного интереснее, и мы, зеркала друг друга, мы тогда понимаем, в чем направление, в чем миссия нашего рода, что мы можем сделать, как мы можем дополнить, как мы можем что-то еще увеличить, усилить свою родовую линию, что нам можно передать своим детям, внукам, правнукам. Я надеюсь, что я правнуков буду. Я хочу жить долго и счастливо. Слушай, супер. Да, знаешь, вот какие слова сейчас зацепили? Я вообще заметил, вот когда я тебя слушаю, да, я понимаю, что я имею возможность вот не слушать каждое слово, а знаешь, почему-то, когда ты говоришь, у тебя образы прям, точнее, образы у меня получаются, то есть от тебя-то я слова слышу вообще-то, но у меня сразу какие-то образы, образы, образы рождаются, да, вот эти поколения за поколениями, прям вот они у меня прямо сейчас появлялись. Вот, и мне очень зашли твои слова, когда ты сказал «миссия рода», и я вдруг понял, что вот это у меня очень сильно срезонировало. Конечно. И у меня тоже вот есть ощущение какой-то миссии рода, вот, и второе, что мне срезонировало, это то, что ты сказала, похоже на дедушку именно, папиного папу, вот. У меня абсолютно вот такое же ощущение, что я похож на дедушку папиного папу именно, причем тоже вот так же, вот, и при этом, и с миссией рода это очень сильно перекликается, потому что вообще он был учителем, вот. Вот, он преподавал историю и географию, да, это была сельская школа, но неважно, на самом деле. И когда-то я смотрел свысока на учителя сельской школы, еще я помню в детстве, там, да, какая-то сельская школа, там, трень какая-то. Когда я вот стал копаться в этом всем, там, больше узнавать, я понял, что насколько же это круто, вообще, насколько это был уважаемый человек, насколько это был влиятельный человек. То есть, и вот как сейчас там деревня, да, то есть, ну, не знаю, даже могут обозвать, сказать, ты, ой, ты деревня, да, ты можешь, ну, как бы, и можно обидеться, да. А, ну, тогда не было, что это оскорбительно или что-то, да, это считалось совершенно нормально, и деревня была не такой, вот, как сейчас она какая-то, вот, приезжаешь, конечно, там живут еще люди, да, ну, вот такое ощущение, что как будто это так, как бы, по вот, такое вот, к сожалению. Все уезжают в города, да? Да, 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 как будто это все потихонечку умирает, да. И, ну, это у меня очень грустно от этого, мне больно об этом, на самом деле, говорить. Я там сейчас стараюсь, как бы, это как-то в позитиве говорить. На самом деле, конечно, я очень с грустью так вот приезжаю, на все это вижу. Ну, правильно, такие деревни, когда можно жить в городе, как в деревне. Да, тогда это все развивалось, тогда это все прям, и это был цветущий край. Вот, а там это Чувашия, у меня отец из Чувашии, и это, ну, там, кто знает, город Чебоксары на Волге. Конечно. Да, вот, и там выращивали хмель, вот представьте себе, бесконечные вот эти поля зеленые, да, покрытые вот этим хмелем. А чтобы хмель вырастить, это же много-много вот этих стоечек там, натянутых, ну, это как виноград, вот кто видел, вот как выращивать виноград. То есть это огромный-огромный, огромный-огромный людской труд, вот, огромные поля, вот эти вот натянутые лески, там, представляете, сколько труда, да, вот эти вот все столбики набить, тянуть, каждую там привязать, там, если упало, ее поднять, да. Вот, и это очень трудолюбивые люди там работали, которым честь и почет, и хвала, вот, что они такие трудолюбивые. Наверное, то, что вот я люблю много работать, это все-таки, наверное, где-то, опять же, от того же деда пришло. Вот, но самое главное, что мне пришло, я понимаю, ну, я же тоже думал, ну, это откуда, что у меня за страсть такая, то есть почему мне надо там что-то кому-то учить, кому-то что-то передавать, кому-то что-то рассказывать, какой-то группы собирать. Нафиг мне это нужно, вот это, я так думаю. А ты мне сказала про миссию рода, да, я понял, что вот, вот, вот оттуда. Это род твой тебя призывает, почему надо знать твоих родных, да. Да, получается, что в себя узнать, ты должен прикоснуться к своему роду, и пока ты не прикоснулся, ты себя толком не знаешь, вот, и прикоснувшись к роду, ты наблюдаешь вот эти вот какие-то исторические закономерности, можешь сказать, а-а-а, ё-моё, миссия рода, у меня ещё оттуда это всё идёт. Да, да, да. Вот, когда себя перестаёшь ощущать, вот, ну, вот этой песчинкой в этом мироздании, да, а понимаешь, что ты часть вот этого большого-большого мощного дерева, там, с огромными корнищами, уходящими в какие-то, вот, глубину, там, веков, да, там, не знаю, там, вот эти корни, они помнят, там, орды Чингисхана, они помнят, там, да, там... Ну, у всех нас что-то есть, оторды. Охот, этих, там, викингов, на это, на, там, Русь, там, Русьичей назад на викингов, там, да, там, или как-то, вот. Вот, но я тоже погружался, были практики такие очень глубокие, в которых я это погружался, я видел войны, 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 я видел очень много войны, там, и очень много насилия, и очень много возможностей умереть, на самом деле, и очень мало возможностей выжить в этом, не знаю, не хочется говорить, аду, да, но, на самом деле, вот, те условия жизни, которые... Да, история разная. ...вословия жизни сейчас, их вообще невозможно сравнивать, да, то есть это все стало сейчас по-другому, мы живем в совершенно рафинированное время, рафинированной жизнью, тогда люди боролись за выживание, и вдруг я понял, что вот я, на самом деле, искренне благодарен своим предкам, восхищен своими предками, удивлен своими предками, как они могли вообще выжить во всем этом бедламе, который творился, да, то есть там, представляете, там, красные ушли, белые пришли, белые ограбили нафиг, накатили там, да, то есть всех там поимели там, вот, всем накатили, ушли, пришли красные, сделали то же самое, всех ограбили, всем накатили, всех поимели там, кто там мог работать, угнали там, да, ну, я говорю, красные и белые, условно, да, вот до этого там, не знаю, эти орды Чингисхана ходили, до этого там еще какие-то захватчики, то есть это было все время, да, то есть вот этот мирный землепашек, который пытался пахать всю землю, его постоянно подвергали грабежам, набегам, там, насилием, забирали все самое лучшее, вот, там, уводили в рабство, там, людей, да. То есть, зная истории своих родных, можно вообще даже со страхами бороться, да, то есть ты понимаешь, чего они боялись, да, и какой страх, допустим, у нас иногда присутствует, который не должен быть, да, и когда понимаешь, откуда его корни, то становится не страшно, понимаешь, что твои родственники выжили в этом, еще сохранили жизнь себе и продолжили род, и еще передали эту эстафету радости жизни, самое-то главное, потому что я считаю, что жизнь дана для того, чтобы радоваться, чтобы радоваться, радовать, ударить, преображать этот мир. Во всяком случае, моя миссия точно такая, я всегда это знаю. Да, а сейчас ты говоришь про листву, да, то есть у меня же вот этот образ дерева, я прям живу, я понимаю, что я такая мощная ветка там этого родового дерева, да, и вот корни… Это же цветы же мне сегодня не случайно вот так вот пришли, да. И корни где-то там вот в этих… Да, потому что… А вот эти листики, цветочки, это все вот это жизнь, это там цветы жизни, листья жизни, радость жизни. Потому что мы смотрим на цветы, мы радуемся, да. Детей же тоже сравнивают с цветами жизни. Да, да. Сколько таких цветов в наших родовых линиях, то есть в каждом роду есть свои святые, потому что если нет святых, то род пресекается, да. Род пресекается в двух случаях. Если он переходит на совершенно новый уровень развития, да, на новые энергии, в новый пион, скажем так, да, то есть они переходят на святость уже, все, когда такой род прерывается. И второй случай, если род не приносит плодов, то есть дерево обрезают, ветки, да, которые засоплены, точно так же такой род обрезается. А вот живительная сила рода – это как раз эстафета духа, когда одни родные, достигшие святости, передают эту святость в наследство. И наследники принимают и приумножают. Понимаешь, что происходит? В каждом у нас, в каждом роду есть свои святые. Вот, конечно, святость определяют уже после смерти, ну, так у нас, да, какой след оставил человек, да, светлый там или наследил. Вот, но тем не менее, в каждом роду, каждого рода есть свои святые. И это так здорово, когда ты узнаешь историю жизни, когда ты даже, допустим, невозможно узнать, да, всё потеряно, всё оборвано, и, казалось бы, откуда, как. И происходят явные чудеса. То есть, а теперешний век технологий, он просто подтверждает мгновенно. Как только ты в духе включился, увидел, то, и если есть запрос на то, чтобы увидеть это ещё и документально, то обязательно приходит подтверждение. И зависит от того, насколько твоя внутренняя скорость вот этого потока энергии, света, да, насколько она быстрая, настолько быстро ты получаешь ответ. Вот. По практике, когда вот мы проводим родовые практики, как вот с вами проводили, да, помнишь, мы у тебя были в гостях? Да. У нас была такая тесная компания, и все очень глубоко погрузились. Вот. Я думаю, настало время, когда спросите результаты, да? Да, друзья, давайте я сделаю некольшую рекламу. Я сделаю... Да, расскажи, расскажи, как у тебя. Да, да, да. Действительно, мы имели вот эту практику погружения в свой род, вот, и, не знаю, знакомство с своим родом. Не знаю, как она... Как она у тебя правильно называется, эта практика, я забыла. Ну, вообще, мы с вами делали память рода. Мы погружались в семь поколений, да. То есть всю память родовую, мы как бы... Ну, не как бы в нее входили. Просто кто-то включился сознательно до третьего, до четвертого колена, а остальное было уже на подсознательном уровне. Да, рекламу сделать. Вот. И, друзья, вот Ярослава совершенно чудесно проводит эту практику, и это... Я даже не знаю, как описать, но, во-первых, это как результат, да. То есть как результат, это... Как будто ты вот... Ну, у меня было, вот я про себя могу сказать, про свой опыт. У меня получилось, что я как будто как вырубился. То есть вот я помню, ну, в момент Ярославович говорил, 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 Я вроде все слышал-слышал, а потом раз я очнулся, и оказывается, я... Потом раз я очнулся. То есть вот я помню, как я все слышал-слышал, все там понимал, образы, все. А потом раз, и я проснулся. Вот так вот было. Вот. И вот эти какие-то картинки, все... Но я проснулся, и у меня вот какое-то чувство вот такого... Вот я вот говорил, вот образ там дерева, да, у меня такое-то чувство, как будто по этому дереву потекли соки, потекло вот... Как будто прочистились вот эти каналы. Вот представьте, вот для того, чтобы быть живым деревом, надо, чтобы у него по вот этим всем каналам, там, капиллярам, там, вот этим волокнам текла, вот эти соки дерева подымались, да, дерево прям растет, такое становится здоровым таким. Вот. У меня вот прям возникло ощущение, что у меня вот эта корневая система, вот она прям впитывает эту влагу, эту живительную вот эти соки, у меня прям распускаются эти листья, там, все там цветы. Вот, и столько энергии, вот, я не знаю, как это работает, вот, то есть мы сейчас что-то теоретизируем, да, зачем нам этот рот. Вот чисто ощущение, как в теле прям, да, то есть ощущение вот во всем, вот, это больше, чем ощущение в теле. Это не в уме, не в мозгу, а вот это в теле и вот, не знаю, в душе, в чем-то, в эфирном теле, там, в чем-то еще. Да, 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 в тонком теле, да. В тонком теле, такая наполненность-наполненность, вот. И я не знаю, Ярослав, ты как бы проводишь эти медитации, или мы на эксклюзивном этом были, вот. Ну, если кому-то вот сейчас близко, то, о чем я говорю, я, конечно, понимаю, что так, может, немножко путанно говорю, но это очень круто. Это как бы вот создает такую мощную-мощную ощущение, что вот ты не один, а за тобой стоит прям вот ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот такая вот. Да, то есть ты почувствовал эту мощь, чисто энергетическую, да. Это устроя, да, и они тебя поддерживают в любой момент, то есть у тебя вообще ничего не страшно. Потому что это настолько мощная поддержка, там, сзади, за плечами, ты можешь пройти там в любую, не знаю, стену пробить, там, то есть ты можешь пройти вот любой путь, то есть вообще не страшно ничего. Вот, вот кто, если это хочет, вот это вот ощущение поймать, поймать, там, понять, вот к Ярославе, пожалуйста, обращайтесь. Это одна из мощных, самых мощных медитаций, которые я пробовал в своей жизни. Ярослава, ты их проводишь вообще? Расскажи вот эти медитации. Да, конечно, провожу. Я жду приглашения. Мне так понравилось твое пространство. Приглашай друзей меня. Проведем еще. Кстати, может быть, на эти выходные, у нас, похоже, будет какое-то собрание на эти выходные, потому что у нас тут день рождения у одной красивой девушки. Интригу сохраню у кого? Да, я даже знаю, какая девушка. У кого? Я тоже хочу поздравить. Пусть будет интрига очень красивая. У нас день рождения, да. У нас девушки, у нас день рождения, поэтому те, кто меня знает, знают меня непосредственно, можете поинтересоваться, есть возможность к нам приехать. Наверное, игру «Денежный поток» еще замутим, я думаю. Какой-нибудь мастер-класс по финансам дадим. И еще куча-куча каких-то практик. Мы сейчас настолько желание всего дать, что не помещается это все во время. Поэтому программу пока еще не сверстали, но будет, конечно... Ты сегодня мне звонил или мой телефон тебе звонил, да? И вообще я понимаю, что у меня сейчас времени на сон даже нету, потому что постоянно идут практики, постоянные консультации, постоянные запросы. И вот эта тема рода почему-то вот к августу она просто расцвела. Люди говорят, хотим, хотим, хочу знать. Те, с кем я проводила еще самыми первыми в октябре, в ноябре, у них теперь потрясающие результаты. Многие узнали, получили уже документальные подтверждения своих родовых линий. Все получили силу рода. У всех преображение в жизни пошло. То есть у каждого свои результаты. То есть такие результаты, которые действительно я понимаю. Вот это да, вот это угол. Не только у меня. Неужели я могу делиться? Тем, что у меня произошло. То есть у меня все потоки открылись. Все стало происходить действительно чудесным образом. Все, что я только захочу, оно сразу сбывается. Я стала определять свои истинные, глубинные желания, отличать их от тех наносных, которые диктуют нам социум, жизнь. Опять же, благодаря вот этим практикам. То есть получается, я-то чувствую силу своего рода постоянно. То есть я на прямом включении. Я живу в нескольких мирах одновременно. На землю я медитирую, когда мою посуду и полы. И удивительное, конечно, удивительное происходит в жизни всех наших людей, близкого окружения и тех, которые прошли эти медитации со мной в память рода. Потому что мы с вами включаемся не просто на уровне эфирного тела, а мы включаемся в память ДНК Духа. То есть мы вне времени в этот момент пребываем. И мы не просто созерцаем, а мы получаем эстафету от своего рода. Очень многие сразу же после медитации определяют силу своего рода. Кто-то прямо после медитации, на медитации это чувствует. Кто-то в течение какого-то времени после. И абсолютно у всех хорошие-хорошие такие результаты. Подтверждаю. Подтверждаю. Все так. Ярослава, скажи, пожалуйста. То, что это абсолютно безопасно, я поняла. Понимаешь, сначала я проводила, и когда я увидела, как у людей стало... Ну, действительно, у них стали происходить самые разные события в жизни, которые ускорили, усилили. Они же не всегда бывают такими прямо приятными. Бывают через какие-то надо экзамены пройти. Да, сдать какой-то экзамен. Вот. И люди по-разному это воспринимают. Но в итоге, вот по истечении времени, почти год уже прошел, в итоге они все благодарят и говорят, я понял, почему так было. Я понял, к чему меня это привело. Я понял, что если бы не было так, то было бы хуже, да. А результат все-таки получился такой классный. Вот. И я каждый день, ну, у меня около 20 благодарностей, это не приходит телефон, память телефона просто загружена, и мне так не хочется удалять все эти благодарности, потому что иногда я открываю, смотрю, да, и думаю, как это здорово. Как это здорово делиться с миром хорошим, понимаешь, чем-то добрым, светлым, то, что открывает возможности. Когда человек открывает глаза на самого себя, и он понимает, что он Вселенная, что в нём огромный неисчерпаемый ресурс. И эта эстафета передаётся из век в век, да, из уст в уста. То есть, ну, это просто удивительно. Понимать, что ты в этой Вселенной не один, и в то же время ты сам как Вселенная. И вот эти Вселенные встречаются, объединяются, усиливают друг друга. И жизнь просто преображается. Не только у конкретного человека, но и у его окружения. Ярослав, супер, да. Я полностью подтверждаю, что... Ну, у меня не так много времени прошло, что я там говорил о преображении жизни, но так как вот это вот ощущение первое после медитации было, конечно, совершенно фантастическое. Было ощущение вот прочистки там энергетики, вот очень мощное. Ну, то есть, как бы энергии стало прям сильно больше, да, и вот это уверенность, что я могу сделать все. И ты же в любой момент, это состояние, оно в тебе уже есть, это состояние, да? Я хотел тебе вопрос... То есть, по-моему, ты работа это сохранила, и ты можешь это состояние всегда в нем... Закончишь, и можешь в нем пребывать. То есть, хочешь получить силу рода, да? Ирслав, скажи, пожалуйста, у тебя еще есть какие-то практики, да? То есть, вот ты же говорила сейчас, я просто словно услышал, ты сказала, практики. То есть, ты делаешь медитацию силы рода, или есть еще, ну, какой-то некий набор практик? Вот, на какой... Да. Основная моя медитация – это память рода, да. А еще другую медитацию я провожу на соединение со своим высшим Я, выстраивание внутренней иерархии, внутренней троицы в человеке. Потому что, когда ты целен, то ты можешь многое, да? Что такое настроение? Это нас трое. Кого нас? Да? Почему? Я же вроде один, да? Но нас трое. Вот, допустим, мое настроение теперешнее, да? Это я, мой внутренний человек. Ты и твоя аудитория, да? То есть, вот, теперешнее мое настроение. В течение дня настроение может меняться, оно всегда настроение. Я всегда во внутренней троице. Я всегда собрана. И если вдруг я расстроилась, расстроилась, да, потеряла цельность, то я тут же собираюсь, потому что я понимаю, что я не хочу пребывать в этом аду расстройств. Я люблю быть цельной. Ирслав, а кто трое еще раз, чтобы я ухватил? Кто трое? Я, мой внутренний человек. Я – это внешний человек, да? То, что мы видим в зеркале, то, что мы можем... Внешний – это как нас видят другие люди, да, получается? Так, что ли? Ну, я – это социальный человек, получается. Да, ну, не обязательно социальный. Я – это тот человек, которого я могу ощутить, потрогать, увидеть. Да? Ну, наверное, другие тоже могут, да. Ну, то есть тело. Я, мой внутренний человек. А вот внутренний человек, он у многих не имеет права голоса, понимаешь? Люди даже не задумываются о том, что он есть. Это не совсем душа. Да, я как раз хотел спросить, чем внутренний человек отличается от души? Вот как два понятия эти разделить? Вот можешь чуть-чуть навести порядок в мыслях? Душа, она сама по себе цельная, да? То есть душа – это такой большой энергетический сгусток разумной энергии. И внутренний человек, он тоже с душой имеет связь. Но внутренний человек имеет связь не только с душой, но и с внешним человеком, и с Творцом. Это связующее звено нас. Мира земного, мира душевного и мира духовного. Трёх миров. Внутренний человек – это Бог в человеке. Когда мы в себе раскрываем Бог. Вот это мне понятно. Бог в человеке – это что-то, связующее с чем-то высшим. Есть некое привычное нам представление о человеке – это я, да? Да. А третье – это что еще раз? А третье – это как раз либо Господь, либо Богородица, либо Ангел-Хранитель, либо тот человек, с которым я иду навстречу, встречаюсь. Либо аудитория. То есть это может быть совершенно… Либо природа, да, если я иду по природе. Вот. То есть вот эта третья составляющая – это как раз то, куда направляешь свое внимание. А-а-а. Так, вот так понятнее. Третье – это куда направляешь внимание. Интересно. Интересно, да. Поскольку мое утро всегда начинается с Бога… А если я внимание направлю на внутреннего человека, то у меня получается циклическая ссылка. Слушай, внутренний человек должен быть в тебе автоматически, как та вот кнопочка, когда нажимаешь на компьютере, да, и компьютер включается. То есть вот когда ты включен, то он у тебя всегда есть. Вот эти две составляющие. Просто бывает, что внешний мир как-то выбивает человека или старается выбить, да? И тогда ты понимаешь, что ты в любом случае собрана целью. Когда вот в тебе внутренняя троица, допустим, когда я понимаю, что у меня предстоит какой-то день, ну, как мне кажется, суматошный, там, как все успеть, да, я поручаю своему ангелу-хранителю, ему виднее. Вот. И я всегда, тогда во мне настроение я, мой внутренний человек и мой ангел-хранитель. И я ему просто поручаю весь свой планинг, и он выстраивает, вот как сегодня было. Я сегодня успела... Ангелу-хранителю поручаешь? Да, я сегодня сделала столько дел, которые, ну, я не знаю, можно за месяц не успеть сделать, понимаешь? Вот, поэтому, когда я поручаю ангелу-хранителю, я точно знаю, что все будет выполнено так, как надо. И он меня поведет и встретит с теми людьми, с кем надо. И тем, что... Все, я сегодня увольняю своего личного помощника и... Не надо, она у тебя такая хорошая. Ну, мне будет работать ангелу-хранителю. А потом... Ладно, составлять. И следить за тем, чтобы все было сделано. Сплошная экономия. Да. Есть вещи, когда нужно, чтобы кто-то земной тоже делал. Да, все-таки. Да, конечно, все-таки нужно, да. Я тебе говорю про внутреннюю настройку. Это же не значит, что какие-то внешние вещи надо украсть. Это же не значит, что я не должна одеться, почистить зубы и выйти на улицу. И это за меня сделает ангел. Не значит, конечно, не значит. Что я должна сделать сама. Конечно, что-то, что-то со мной все-таки приходится делать. Все-таки ангел-хранитель все за тебя не сделает. Хорошо. Он может помочь. Понимаешь, чем он мне помогает? То есть я четко уверена, что я делаю то, что мне необходимо. Потому что я понимаю, что у меня с ним есть связь, и я его чувствую. И я четко понимаю свой внутренний светофор. Красный, желтый, зеленый. Я понимаю, когда у меня внутренний желтый, когда мне не надо спешить никуда. И надо увидеть, что там впереди, какой зажжется свет. Или когда я в зеленом свете, я понимаю, что все идет, происходит прямо очень быстро. И не надо делать никаких остановок. Просто иди, ускоряйся и будь в потоке своего внутреннего принятия света, божественной любви. А бывает красный. И во время красного я понимаю, что это остановочка, это надо сконцентрироваться, это надо набраться энергии, надо пообщаться с природой, надо, может быть, просто даже отдохнуть, почитать книги. То есть поменять свою жизнь, да, выстроить ее в таком более неспешном, что ли, режиме. То есть и этот светофор, и он ведь включается не только на мое внутреннее ощущение, он включается на какие-то ключевые события в жизни, он включается на конкретные какие-то действия. То есть там целая голограмма. Ярослав, смотри, я понимаю, у нас небольшое запаздывание, есть связи, я даже слышу, что оно есть. Вот, да, у нас получается, я что-то начинаю говорить, да, а ты еще не слышишь, что я начал говорить. Я надеюсь, что ты меня видишь, может быть, раньше, чем слышишь. Я буду так ручку поднимать, что я это... Хочу что-то сказать, да, что... Ну, у нас, так сказать, немножко больше, чтобы диалога было, да. Смотри, просто рождаются вопросы, ты когда говоришь, да, там рождается очень много образов и рождается очень много реально вопросов. Вот. И вот первый вопрос у меня такой все-таки вот про эту троицу, да. Получается, что вот эта троица, которую ты сейчас провозгласила, она такая не очень классическая. Я такое нигде не слышал, вот, и, ну, как бы на что-то похоже, что-то напоминает, но она как бы такая не совсем классическая. Откуда ты ее взяла? То есть там где-то вычитала, где-то увидела, где-то там... Где ты это схватила? Вот расскажи, как история обретения вот этого видения. Из своего личного опыта. Я ни от кого не скрываю, что я иду по пути логоса, да. То есть мой личный Бог — это Христос, он личный Бог. То есть Сын, да, одно из лиц единой нашей троицы, да. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Вот. И поскольку троичность я вижу везде в нашем мире, да, если Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, это святая троица, да, которая во главе нашего мироздания стоит. Вот. И точно так же тело, душа и дух троиедино, да. Точно так же вот троиедино во мне настроение настроит. На что я настраиваюсь или на кого я настраиваюсь. Я-то думал, что ты это приобрела в своем опыте. Ну, я думаю, мы можем рассказать, да, слушателям, что у тебя была клиническая смерть. И по сути, ну, то есть не каждый человек вот из ныне живущих имел такой очень необычный опыт. Такой, как клиническая смерть, да. И я, ну, не то, что там завидовал, но всегда вот восхищался людьми, у которых это было. И я понимаю, что это люди, которые прикоснулись к чему-то, к такому знанию, которое, в общем-то, недоступно большинство людей. Вот. И мне всегда было очень интересно вот это знание вытащить из этих людей, собственно, что видели. Где были, что видели, там, да. Ну, как бы, то есть, а вы видели, что там, да. А что там? В деле, расскажи. Во время этого перехода, Витя, я узнала лично Христа. То есть вот именно тогда Он для меня стал личным Богом. Потому что я поняла, что Он не иконный, что Он живой и что Он намного ближе, чем нам кажется. Мы даже представить не можем, насколько Он рядом и насколько Он внутри нас. И что мы внутри, в своём сердце Его рождаем, воспитываем. Понимаешь, Он взрастает. И мы на мир начинаем смотреть Его глазами. Вот этот внутренний человек, высшее Я, это как раз и есть проявление Логоса Христа через человека, соединение с Ним. И это и есть поток восходящий, когда наша молитва идёт к Богу, да. И поток нисходящий, когда Он даёт нам ответ. Что такая настоящая молитва? Молитва на самом деле — это диалог. Да. И когда ты с Богом беседуешь, мы же с тобой вот беседуем, ты слушаешь, что я говорю, я слушаю, что ты говоришь. Мы задаём друг другу вопрос, мы слышим друг друга и хотим услышать. Вот точно так же молитва, когда она двусторонняя, нормальная, то ты даёшь какой-то запрос, вопрос, и тебе приходит прямой ответ от него. И вот это классно и здорово. Ну, а расскажи всё-таки вот твой… То есть ты сейчас вот рассказываешь, какое у тебя видение. Вот мне вот прям интересно было, как это было, да, то есть вот… Было это очень быстро. Ну, там какой-то туннель, какой-то свет в конце туннеля, где видят там… Могу рассказать, а если тебе так интересно, могу повторить. Ну, мы же все читали, там, Моуди, там, да, эту книжку, там «Жизнь после смерти». Я Моуди тоже читала, да, и после я читала многих таких людей, встречалась с такими, да, которые проходили. Видишь, у меня же не один раз это состояние было. В первый раз я его испытала, когда мне было три года, и я тонула, вот, и папа меня спас. Но я уже видела тот мир, весь этот туннель, но я его видела сквозь призму подводного мира. Вот. И поскольку это детское такое воспоминание, я о нём часто не говорю, но тем не менее я тогда тоже почувствовала, что есть сила, которая помимо меня, но это тоже я. Вот. Но поскольку родители мне тогда о вере ничего не говорили, у нас не была религиозная семья в нашей семье, всех я покрестила, и родителей, и брата, и сестру, и себя, и потом всех своих друзей. Вот. Тем не менее, когда со мной произошло вот это вот после каракурта, да, мой организм физически... Ну, ты людям... Ты только мне рассказывала про каракурта, Тесс. Остальные-то про каракурта не знают. Всем же... Я думаю, ужасно любопытно вообще, что там про каракурта. Вот. Но в тот момент я не осознавала, что меня укусил каракурт, но тем не менее кровь у меня стала сворачиваться, и в течение 48 часов, как это и положено после этого, наступила смерть, да? Вот. И в этот момент я прямо почувствовала, у меня такая ассоциация с песочными часами. То есть вот моё тело такое болезненное, это одна часть часов, да, нижняя. Вот. И когда песочек весь, вернее сказать, душа, она как песочек вверх, вот в эту верхнюю часть, невзирая на законы физики, да, как-то вот туда высочилась. И вот это состояние последней песчинки, оно достаточно болезненное. То есть переход у меня, во всяком случае, я не знаю, как это у других людей бывает, у меня это было и физически болезненно, и душевно болезненно. А у тебя прям песчинка, прям последняя вышла, получается. То есть прям вообще всё вышло. Она как бы просочилась через какую-то такую точку очень узкую, знаешь. Нужно было прямо вот как-то вот усилие делать, и оно было болевое, да. И вот я вышла в этот мир, в котором так тепло, светло, хорошо, легко, радостно, классно. Мгновенно увидела всю свою жизнь, как будто в иллюминаторах самолёта, причём там были события и той жизни, и последних событий, и детства. Всё, что я помнила, опомнила я себя рано. Вот, и то есть мгновенное было покаяние, что так бы я не поступила, а так бы я поступила ещё. И даже были такие просьбы, что, Господи, если повторится ситуация, можно я её исправлю, вот. То есть это было очень мгновенно, да. Это было настолько мгновенно, что по времени я даже не могу сказать. Вот всё, что я видела, четыре с половиной часа меня не было на земле, да. Там были другие моменты. Люди переживали и не знали, что со мной делать. Вот я ехала в поезде, и меня должны были уже в моё тело снимать с поезда, когда я пришла в себя. Вот это меня не было четыре с половиной часа. А мне показалось, что я просто закрыла глаза и открыла. И там было очень много событий, включая вот это состояние, да, ощущение. После того, как я увидела всю свою жизнь, появился такой туннель очень светлый. И он становился всё светлее и светлее, всё ярче и ярче. И скорость полёта была неимоверная. Я не знаю, с чем её сравнить, может быть, со скоростью света. Но такой скорости на земле нет. Вот сколько бы меня не возили там на скоростных машинах, сколько бы я не летала на самолётах, на ракете пока не летала, вот этого ощущения, этой скорости нету, понимаешь, такой на земле, во всяком случае, в моём измерении, как вот я ощущаю. Это была мгновенная такая скорость. И вот этот свет, он меня наполнял, я в нём растворялась, но я не теряла себя. То есть я понимала, что я — это я. Но этот свет, он был такой яркий, которого на земле нет. Ну, даже если мы будем смотреть на солнце, оно не такое яркое, как тот свет. Вот. Но этот свет, он не ослепляет. На солнце мы смотрим, и нам нужно прищуриваться. А там даже вот не нужно. И это тепло, оно становилось всё теплее, но оно не обжигало. И получилось такое ощущение, что ты и растворяешься, и наполняешься одновременно. И ты становишься с этим светом, да? Ты становишься таким же вот каким-то быстрым. Но это такое ощущение блаженства, которое на земле не с чем сравнивать. Этого состояния на земле нет. Это вот только там можно испытать. Вот. И это состояние можно испытать ещё в медитации. Когда вот погружаешься в мир Духа и через своё Высшее Я созерцаешь другие миры, в том числе и свой мир, то можно испытать тоже вот это состояние блаженства. Несравнимое ни с чем. И именно тогда я поняла, что Бог намного ближе, чем нам кажется. Я его прямо ощутила, я его приняла сердцем. И я поняла, что без него я уже никак не могла жить. А Бог для тебя, вот этот был ясный свет, который ты увидела, это и был Бог? Или свет сам по себе был? Я увидела живого Христа, опять же, не иконного. Я его увидела прямо вот в себе и рядом с тобой, и везде, и всюду. Вот этот свет, он был, да, он был именно Христов свет. Свет его любви, свет его глаз. Даже я не могу объяснить, потому что я просто понимала, что это Он. А потом что? Ты в этот свет, как бы вылетела в этот свет или что? Или это бесконечный путь к этому свету? Нет, я не бываю этим светом. Я в него как бы вошла и растворялась, но не теряла себя. То есть и растворялась, и наполнялась одновременно. То есть это уже как статичная все-таки более картинка. И чем дальше была скорость, да, тем ярче был свет. А, все-таки это было продолжение по туннелю вот этого движения. Да, да, да. И я не скажу, что это прямо такой туннель, но вот всегда была перспектива еще ярче, еще светлее, еще теплее, еще наполненнее, еще раствореннее. Но при этом ты себя не теряешь. И до конца ты не дошла туда все-таки? Почему я дошла? Я дошла до определенной границы. А? Вот. Я дошла до определенной границы. Я поняла, что вот эта граница, там я это понимала. Я не знаю, как это объяснить на слова, но там я понимала. Там не было у меня никаких картинок уже, ни образов. Там было просто ощущение растворения, блаженства. И я понимала, что я хочу туда, просто безумно хочу туда. Что вот там радости жизнь настоящая. Вот. Но тут я вспомнила свои возможные похороны. У меня же, кроме картинок, еще были варианты моей жизни, в том числе и похороны. По возвращении я запомнила только возможные похороны, а какие варианты моей жизни я не запомнила. Их было много. Это я точно помню, что вот вариантов жизни было много. И я четко поняла, что если я перейду эту границу, то на землю я уже не возвращусь. И тут я вспоминаю свои возможные похороны, горе своих родных и близких. И мне их стало так жаль. И я сказала, ну, господи, только не сейчас. Я так не хочу их огорчать. Вот. И это было мгновенно. Мгновенно снова это тело больное, да. То есть, опять же, вот это прохождение вот этих узких врат, вот этой песчинки, да. Душа как бы как пробка из шампанского обратно. Только пробка выпрыгивает, а эта втягивается. Вот если я провернуть кадр обратно, да, будет такой же эффект. Вот. У меня была ассоциация именно с пробкой из-под шампанского, как будто была она вот обратно, как будто кубок. И снова меня закупорили в тело. Ярослав, а многие вот, ну, когда вот я рассказываю тоже, ты читал, да, они говорили о том, что там как будто кто-то позвал снизу из того прошлого мира, да. То есть, как будто, ну, то есть, многих как будто там кто-то позвал. То есть, а у тебя, получается, никто не позвал, а именно какой-то был внутренний импульс, что ты вспомнила о тех, кто остался и почувствовала чувства к ним, да. Да, да. Из любви к ним я вернулась. Из любви к ним я вернулась. Из любви и сострадания. А мне, конечно, хотелось уйти. И получается, что вот как бы основной смысл вот нашей жизни, да, и самый сильный стимул нашей жизни, это как раз вот любовь и сострадание к своим близким. Так получается? Это самое... Для меня любовь, да, и милосердие, да. Мотивация. Красота и гармония. Чтобы у ближних было всё хорошо. Чтобы радоваться за них вместе с ним. Слушай, ну спасибо, что поделилась, на самом деле, когда это вот... Ну одно дело ты там читаешь, что-то там, ну мало ли кто там что-то написал там и так далее, да. Другое дело это всё-таки вот из первых уст и... Как это? Свидетельские показания. Да, да, да. Да. Но это правда очень крутая тема и... Не такая там общепринятая тема, об этом мало говорят. Вот при этом понятно, что каждого человека волнует вопрос, что такое смерть, а что после смерти. Исчезаемые там... Вот, то есть вот раз материя кончилась и всё, и всё кончилось, да. Или всё-таки действительно есть там душа, дух, там какой-то нематериальный мир, да. Вот. И ну понятно, что люди этими вопросами задаются, и каждый хоть немного думающий человек такими вопросами, конечно, задаётся. Поэтому услышать от тебя вот этот рассказ, это очень ценно, важно. Спасибо тебе большое. Вот. И вот всё-таки твой ответ такой, что да, этот нематериальный мир существует. Правильно я понимаю? Ты его... Я хочу сказать, что этих нематериальных миров вообще много. И он основной. Мы живём в отражённом мире в маленькой частичке мироздания. Понимаешь? В мире, который в рамках в определённых. То есть мы намного шире. Вот наш внутренний человек, наше высшее я, оно больше нашего тела. И энергетически больше, понимаешь? И во всём больше. А мы можем его выпустить, чтобы вот это больше... Конечно. Потому что ты говоришь... Мы можем его в себе включить, узнать. И именно это я делаю на практике. А вот когда мы проявляем некий альтруизм, растём над своим эго, это и есть вот выпускание вот этого внутреннего человека наружу? Это преодоление своего эго, эгоизма? Это вот про это или про что-то другое? Ну, можно сказать, что они, наверное, соприкасаются. Понимаешь, когда человек открывает в себе своё высшее я, что происходит? Он соединяется с Богом внутри себя. И смотрит на мир уже глазами своего внутреннего человека. Но чаще всего, во всяком случае, бывает у каждого затмение. И этот канал связи всегда нужно держать в чистоте. В частоте и в чистоте. То есть им надо заниматься. Это не бывает так, что раз, я узнал своё высшее я, и оно теперь всегда со мной. Это внутренняя работа. Это тренировка. Это выход на связь. Это как сначала, как азбука Морзе. Понимаешь? Потом уже автоматически твой компьютер настраивается к компьютеру сердца или разума. И ты уже понимаешь, что ты в этом мире живёшь больше, чем в земном. Слушай, это круто. Получается... А со стороны становится следствием. Вот эти, как ты говоришь, альтруизм. Это следствие действия Духа внутри тебя. И когда Дух внутри тебя возрастает, то в тебе появляется столько сил и энергии, столько любви, что она начинает от тебя уже исходить. Ты создаёшь вокруг себя, создаётся такое поле, которое притягивает любовь, которое дарит любовь, потому что там всегда этот взаимный обмен. Ты не можешь задать вопрос и не получить ответ. Я, кажется, тебя понял. Смотри, я сейчас говорил о неком преодолении некого эго, да? А ты говоришь о том, что не то, что там... Там как бы нечего преодолевать. То есть у тебя получается, что ничего преодолевать не надо. То есть у тебя угол приносится, да? И у тебя автоматически получается смотреть на мир другими глазами и действовать на мир вообще других установок. Вот. Слушай, ну это правда звучит круто. И я думаю, что, наверное, многим непонятно там. Ну мне, например, это вроде бы понятно, но непонятно, да. Вот. Но практический вопрос, я думаю, у всех всё равно возник. Да, то есть... Хорошо, Ярослав, это действительно интересное и крутое состояние. А можешь ли ты помочь человеку, который там вот послушал это сейчас, да, и говорит, что слушай, круто. Да, я хочу вот, наверное, действительно поменять угол зрения. Да, я понимаю, что там жизнь моя как бы немножко где-то что-то буксует там, да. Да, и вот тонкость своих вибраций, да, поднять. И поднять левел свой, да, какой-то вот такой в развитии. И я хочу увидеть мир глазами внутреннего человека. Вот. И вот могу я записаться к Ярославе на приём или на 10 приёмов, 10 сессий. Или там на месяц или 2 месяца работы совместной такой с Ярославой, да. Вот. И получить вот этот взгляд на мир с точки зрения уже внутреннего человека, который напрямую связан с Богом, значит, то есть изменить вообще своё мир и восприятие. Это... Ты можешь помочь это сделать, люди? Витенька, ну ты точно можешь, потому что у тебя открытое сердце. Понимаешь? Когда у человека есть запрос... Ну я не только про себя спрашиваю, я-то сюда... Да. На запросы всегда идёт ответ. Понимаешь, самое главное устремление. Когда у человека есть устремление, когда вот это внутреннее горение тут-то есть, то он и включает в свою жизнь чудеса. Я только проводник, я только... Как это? Духовная акушерка. То есть не только от тебя всё зависит, правильно я понимаю? Зависит от желания человека. Да, да, да. Понимаешь? Я насильно никого куда не провожу. Это парный танец, который одному нельзя станцевать всё-таки. Да, это вальс души. То есть когда партнёр готов, то танец получится, и партнёр может научиться, но если как бы партнёр там тупит, там наступает тебе на носки... Да, можно подписаться в школу танцев и не пойти. Да, да, да. А можно прийти, и не все-таки научиться. Да, я понял, ответы на партнёх, то есть стало понятнее, да. Ну я бы, конечно, всё-таки проявил меркантильность, я всё-таки про финансы, про деньги, да. Ну это же за деньги или ты бесплатно помогаешь? А если за деньги, то сколько это стоит в конце концов? То есть какие ресурсы я должен в это вложить? То есть временные ресурсы, они очевидны, да. То есть, ну, понятно, там, не знаю, приехать, там, встретиться, там, то есть какие-то практики, да. Вот, ну, временные ресурсы, хотя их тоже неплохо бы понять, там, а сколько времени на это надо? Вот, как бы ты рекомендовала, да. Вот, ну, то есть интересует, какие ресурсы надо человеку вложить, чтобы вот иметь, получить эту возможность, изменить свою точку зрения на этот мир. Да, вопрос, конечно, интересный. Я люблю задать интересный вопрос. Да. Вот смотри, я, как бы, меня сейчас все друзья, всё моё окружение говорит. Ты такую задаёшь нам трудную задачу, но как это вот по душе и сердцу? У меня оплата по душе и сердцу. Потому что мой внутренний светофор по поводу оплаты сейчас стоит в жёлтом. Я сама нахожусь в стадии перехода с одной частоты на другую частоту. То есть у меня свой внутренний экзамен идёт. И во время этого экзамена я не могу озвучивать цену, понимаешь? Я могу сказать, ребята, вот по душе и сердцу. Оплата по душе и сердцу. Да, ты правда задаёшься. Да, то есть сейчас пока у меня такой период. У меня были периоды, когда я озвучивала, да. Сейчас у меня будут менеджеры, которые подготавливают все эти прайсы. Но ход этим прайсом будет только тогда, когда я увижу, что жёлтый мой внутренний на прайс перешёл в зелёный. И отклик этот я увижу через мир, понимаешь? Потому что мы все зеркала друг друга. Насколько быстро это произойдёт в нашем зимовремене, я не знаю. Ну вот так вот. То есть сейчас у меня благодарность именно человек сам определяет то, как он хочет отблагодарить. Благодаря абсолютно по-разному. И подарками, и путешествиями. Я хочу, кстати, обратить внимание, ну мы же вот всё-таки у нас люди в эфире, да. И мы... Хочу обратить внимание людей вот на эту замечательную систему принятия решения, да. Вот общаясь с Ярославой, я всё время вот понимаю, что, блин, она говорит, что-то такое простое, вот, но такое глубокое, классное и очень применимое к жизни, да. Вот это представление об этом вот светофоре, да. То есть какое классное вообще представление о системе принятия решений, да. То есть у меня есть внутренний красный, жёлтый, зелёный, да. То есть и там красный, понятно, стоим, не идём. Вот, зелёный всё идёт как надо, там мы всё в надёжных руках. Вот. А жёлтый – это я как бы в ожидании жду, то есть жду дополнительного сигнала светофора, да. Вот. И так всё просто, но, блин, ведь это работает. Вот у меня так раз сразу, если я представил этот светофор, думаю, слушай, как всё круто. И так всё спокойно, и сразу такое спокойствие появляется, да, там, ну, красный – понятно, там, зелёный – понятно. А тот жёлтый, а жёлтый цвет, он же всех пугает, да, когда ты не знаешь, там, как так или так, там, правильно. А чё пугаться? Я просто жду своего, опять-таки, дополнительного сигнала светофора, да. Друзья, вот обратили внимание на вот эту фишку? Вот, я прямо в эту фишку хочу стырить к себе. Если можно не тырить, я её дарю всем. Ну, есть такое понятие. Я её делаю, включая внутренний светофор. Спасибо тебе, Женька Пагарова. Включается к этому и понимает, что ему близка эта система ценностей. Ярослава, и всё-таки смотри, вот помнишь, я тебя перебил в начале эфира, я тебе сказал, Ярослава, не сливай фишки, не сливай, не сливай, как ты технически узнала про род свой. Вот, и на самом деле я думаю, что многие люди уже хотят узнать про свой род и, ну, как бы чувствуют, что какая-то мотивация есть. Обычно это люди немножко всё-таки с возрастом хотят. Хотя я знаю довольно молодых людей, которые уже интересуются своим родом и хотят понять, откуда мы там, какие, как ты говоришь, миссии там рода, да, вам не доложены. Вот, какие, кровь там, каких предков вам не бурлит, да, там, и почему я вот такой вообще. Вот, а те, кто ещё не хочет, вот с вероятностью, там, ну, процентов 90 захотят, да, поэтому, конечно, это технический вопрос у многих станет. А как, как вот найти информацию о семи поколениях своих предков? То есть это что, архивы, это специально нанятые какие-то люди там, да, которые копают эти архивы, да. Я не знаю, или там есть какое-то справочное бюро, там, где-то там кнопку нажимаешь, и всё про тебя уже там, оказывается, всё известно давно. Google уже всё постарался, всё собрал за тебя. То есть как это делать? Расскажи, пожалуйста, так, в подробностях, прям, деталях. Ты сказал справочное бюро, и это действительно так, потому что наша память — это ячейки, это бюро, да, и когда мы включаемся в определённые банки памяти, то мы оттуда черпаем информацию. Вообще есть три банка памяти, это текущая, которая включается с момента первого вздоха при рождении и заканчивается с переходом в мир иной, да. То есть вот как раз вот эти банки текущей памяти, собранные наших родовых, да, в родовой линии, это первый вид памяти, да. Второй банк — это генная память, да, то есть вот как раз эти родовые наши, когда мы генетически получаем наследство, да. Вот. И есть третий вид банка памяти — эйдетический, то есть идея, да. И когда мы включаемся в эйдетический банк памяти, то вот эти два банка памяти там автоматически есть, потому что в духе давно всё свершилось. И когда мы включаемся через эйдетический банк памяти, то путешествуя внутри себя, путешествуя и открывая родовые ячейки, мы открываем и мир духа, понимаешь? То есть автоматически происходит переписывание каких-то негативных программ и закладка положительных программ. Ведь наше наследство не только физическое, да, не только душевное, но ещё и духовное. И в каждом роду есть вот три вида этих наследствий. И какое наследство человек больше примет, то в нём и проявляется. Поэтому. А как третий вид памяти называется? Эйдетический, идея. Эйдетический? От слова «идея», да. Идея? Эйдес, идея. Да, это не дух, это как раз то, где я путешествовала. Почему такая у меня мощная разрядка произошла? Никогда не слышал о таком виде памяти, но интересно. Слушай, а как, то есть правильно ли я тебя понимаю, что часть информации ты получила из архивов, а часть всё-таки вот из вот этих путешествий? Слушай, я изначально получала информацию, конечно, именно из своих внутренних путешествий, а потом у меня на Земле как-то это всё связывалось. Подтверждалось? Да. Именно чудесным образом, по-другому не назову. А было такое, вот смотри, что ты что-то вспомнила, где-то записала, зафиксировала, а потом раз и нашла подтверждение этого в архиве, например. Ну вот так у меня и бывает. А, то есть не просто... Да, то есть я заныриваю в свои глубины, в глубины своей души, через высшее я. Путешествую по родовым линиям, вижу, ощущаю, да, то есть вижу не физическим зрением, а именно духовным. Там же всё очень быстро происходит в мире духа. Вот, если на Земле нам для этого понадобится, я не знаю, сколько дней и месяцев, там это в секунду происходит. И ты видишь мгновенно и сразу знаешь. И потом, когда выходишь из этого состояния, можешь часами и днями писать, как у меня и происходило. И даже во время вот того, что я записывала, то, что я увидела, у меня происходили именно чудеса. То есть мне начинали звонить люди или родственники что-то вспоминали, да. Или приходили... Это ты в какой-то медитации была, вот это всё вспоминала. То есть вот эта память рода, да, вот ты делала эту медитацию. И у тебя вот эта память активизировалась, вот это эдетическое. Просто можно ведь родовые линии, мы же с вами верхушкой тогда, по верхушкам пробежались, да. Первая, вторая, третья, четвёртая, пятая, шестая, седьмая. И вверх обратно поднялись, да. А можно ведь на конкретные выходить. Вот хочу там прапрадеды там или прапрапрабабушку. По маминой линии. И просмотреть эту линию рода. Понимаешь? Ну вообще очень круто. Слушай, ну вот у меня как у физика, ну я физфакт заканчивал, я физик, да. И как это сказать? У меня сразу возникает вопрос достоверности полученной информации, да. То есть как мы можем отделить, допустим, информацию, которую мы просто выдумали. Ну то есть мы погрузились в какое-то там состояние эйфории, транса. Вот, ну как материалист просит, да, да, ты там просто там кайфанул, там что-то. Очень хороший вопрос, да. Обидумал себе чего-то, там написал вот этой фигни там какой-то на листочек. Да ты что хочешь там можешь выдумать, там, что мой прапрапрадедушка был там сам Чингисхан, прапрапабушка была там царица Савская, значит, там, прапрапа там ещё кто-то там была там Клеопатра. Вот. У меня, кстати, поскольку у меня фамилия Ильин, я вообще свой род приведу от Ильи Пророка. Ты в курсе вообще? Да, так что сегодня твой праздник, я хотела тебе сказать, да. А, бью! Сегодня же Ильи Пророка, да. Память твоего рода. То есть у меня сегодня праздник. Да, не случайно, так ты их и назначил. А можно это сделать через вот этот эдетический канал какой-нибудь? Конечно. То есть вот не писать это всё каждому, а раз сразу всех и поздравить. Рассылку такую, группа рассылок. Да, так и происходит в мире духа. Там нет расстояния. Да, немножко отвлеки. Я отвечаю на твой вопрос, очень хороший вопрос. И вот, да, как отличить выдуманные фантазии от всё... Вот как достоверность понять, что это не фантазии выдуманные... Да, ты понимаешь, чтобы зайти в квартиру, да, у нас в квартире все на замках есть ключи, да. Чтобы открыть замок, нужно подобрать ключ. Вот у каждой... У любой энергии есть свой ключ, есть своя запись. И это тоже даётся. Просто я не хотела это сейчас, ну, в эфире. Всё-таки должны более подготовленные... Это я даю на школе на своей. Как ДНК состоит из каких-то школах. Школа есть, что ж ты молчишь-то еще? Я с тебя всё подтягиваю, что у тебя есть там, что ж такое-то? То есть у тебя ещё и школа есть. Да. Семь ступеней, семь седьмин. А как это за школу Ярослава? И вот всё-таки цель школы? Школу там, понимаешь, вот как у нас приходит первоклассник, который ничего не знает, выходит уже одиннадцатиклассник, который знает математику, умеет писать, умеет читать, знает географию, что там ещё учат, гражданский барон, безопасность, ЗОЖ. Ну, то есть вот он знает то-то-то, историю знает, биологию, химию, физику, что там проходишь. Вот, то есть вот какой у тебя результат? То есть с чем люди должны прийти и с чем люди уйдут из этой школы тогда? И сколько времени обучения в школе? У меня семь курсов. Оба-на! Да, каждый курс рассчитан на три дня. Ну, это не значит, что мы все семь седмиц можем пройти там за сорок девять дней, да? Нет. То есть для того, чтобы наш мозг адаптировался, да? Чтобы мы этого осла, как это сказать, научили всё-таки двигаться в нужном направлении сердца, Агнесу. То есть это нужно время, и у каждого оно опять же своё, и притягиваются те, которые готовы. То есть первый курс — это как раз для новичков, для АЗОВ, это то, что я провожу, вот семинары, практику, это для всех. То, что безопасно, то, что понятно, то, что доступно. А следующие седмицы — это уже для людей, которые открыли в себе Христа, и которые открыли в себе внутреннего человека, и познают себя, и готовы идти дальше, глубже, и становиться большими-большими вселенными, входящими в метагалактики, в галактику метагалактики. Вот. И это удивительный мир. А что люди на выходе получают в результате? Как ты бы могла сформулировать, какая польза там получает? Ну, свой внутренний путь получают. То есть открывают себя для себя и для мира. Каждый получает своё. Ведь у кого-то служение миру, да? У кого-то, наоборот, внутренний затвор. И это те периоды, которые могут, допустим, даже чередоваться. То есть человек просто начинает открывать Вселенную, в том числе и как физик, не просто как мистик, потому что там идут конкретные цифры, конкретные входы, включения. Вот. Это передаётся эстафета от сердца к сердцу. Получается, в сердце зажигается такой огонь, который неогасимый. Понимаешь? И его уже ничем не погасить. Смотри, это некая определённость, то есть это некое чувство определённости просто, да? Что, о, теперь у меня возникает чувство, что я знаю, куда идти, да? Или это всё-таки некое прояснение? То есть ты, допустим, там, не знаю, всю жизнь занимался, там, был, там, не знаю, архитектором каким-то, там, юристом каким-то, на кого выучился, да? А вдруг, там, раз пришёл, там, к тебе, получил определённость и понял, что нет, это, мне же, я, моё призвание – это повар, допустим, да, и всё. Бросаю всю нафиг архитектуру, бросаю, там, юридическую всю свою практику и переключаюсь на готовку, потому что я вдруг увидел, что моё призвание – быть поваром. То есть я немножко редуцирую, там, да, этот, ну, своими вопросами. Может быть, конечно, бывают такие люди, которые, там, ну, хотят кардинально поменять жизнь, да? Но, наверное, это не в этом случае. Здесь жизнь меняется кардинально твоя внутренняя жизнь. То есть у тебя жизнь становится ярче, больше, глубже, интереснее, познавательнее. И ты понимаешь, что ты становишься подвижником духа. То есть ты не можешь уже быть на месте и не можешь жить только для себя. То есть и внутреннее ощущение от жизни появляется более... Это подвижничество, да, это будет подвижничество в миру. И это изменяется по факту, то есть ты, как бы, живёшь не там ради того, чтобы набить утробу, там, да, и хрен знает, до чего ещё, там, не знаю, с этим. Ну, поесть вкусно — это тоже здорово, особенно в компании друзей и за приятным разговором поле. Жизнь становится ярче, глубже, интереснее, как сказать? Человек становится шире, больше. Это такой путь постижения самого себя, что тебе самого себя становится мало. Ты становишься жадным. В общем, ты зовёшь людей в очень интересное приключение, практически, в путешествие в какую-то неизвестность, такую очень манящую, да, то есть интригующую немножко, да. То есть понятно, что там что-то есть очень интересное, золотистым светится чем-то, да, но не совсем понятно, что конкретно. Ты знаешь, это шкура единого принципа, и принцип — это безусловной любви к себе и миру. Не знаю, как физику тебе понятна такая терминология? Ой, я же не только физик. Ну, как финансовому консультанту должно быть точно понятно, потому что, когда ты видишь, что на счетах у тебя там увеличивается, тебе уже интереснее ещё увеличить, ещё куда-то направить, да, ещё там, понимаешь, возможностей больше становится, согласен? Да, я уже давно понял, инвестирую из азарта, из интереса, я в это всё играю, и я понял, что для меня вот это создание пассивных доходов, инвестиций, сейчас это уже игра такая, причём это действительно азартная игра, я не могу этим признаваться, но это правда кайфутник для меня ещё. Ну, ты понимаешь, что это вот, если на земле ты кайфуешь, как ты кайфуешь, когда ты инвестируешь в дух, а дух инвестирует в тебя, и ты становишься таким огромным-огромным капиталом, для самого себя. И я вот понимаю, что большинство людей живёт на самом деле в очень интересных условиях, что они вынуждены работать ради денег, да, а я знаю путь, как сделать так, чтобы работать, даже ты уже не работаешь, а ты инвестируешь ради фана, то есть деньги ты получаешь просто потому, что ты ради фана что-то делаешь там, например, там инвестируешь, да, то есть ты живёшь в этом фане, да, то есть ты всё время живёшь. В радости, в драйве, да, то есть ты делаешь какую-то любимую классную штуку там, да, вот, и потом раз, и она тебе там бабки приносит. Вот понимаешь, мы с тобой разговариваем на одном и том же языке. Это и финансовое сформу, да. Мы сейчас такие параллели провели между вот этими. Получается всё то же самое, вот, что в твоей деятельности, да, то есть это капитал духа, и ты его приумножаешь, и ты от этого радуешься, и у тебя появляются возможности для того, чтобы в мир это проявлять и делать. Ярослава, ты же сейчас в Питере находишься? Я сейчас нахожусь на своей родине в городе Сыктывкаре. Ага, я помню. У меня уже проторенная дорожка Сыктывкар-Москва-Питер. Да, но живёшь ты в Питере, правильно же? Живу я в Санкт-Петербурге, да. Я сегодня уезжаю в Питер, у меня скоро уже поезд, вот, поэтому, да, поэтому я предлагаю сейчас эфир сворачивать потихонечку, сейчас какие-то напутственные там слова скажем, резюме какой-то подведём, вот, и всё-таки мне надо немножко вещички собрать. Да, я очень рада тебя видеть, рада, что ты... Я думал, что ты в гости напросишься, да, но оказывается... Слушай, но в гости ещё напросишься ко мне, конечно, у меня теперь тоже были замерзаны, потому что я позову первого. Ну что ж, друзья, сегодня вот получился очень такой нестандартный эфир, видите, мы всё время вот про инвестиции, про инвестиции, про деньги, да, и я специально не стал сегодня про деньги, про, ну, как бы так немножко краем коснулся, но мне кажется, что всё-таки деньги – это классный, но это всё-таки инструмент, да, и всё-таки наша жизнь, конечно же, это не про деньги, наша жизнь всё-таки... И вот такие понятия, как смерть, они, конечно, больше про нашу жизнь, чем деньги, да, и такие понятия, как дух, как путь, как Бог, вот, они, конечно, больше про нашу жизнь, чем деньги. Поэтому я однозначно приоритет отдал сейчас вот чуть-чуть повариться вот в этих энергиях, этих понятиях, Я надеюсь, что всем было очень интересно те вещи, которые Ярослава говорила. Не только интересны, но и полезны. Я всегда стараюсь так, чтобы у нас кроме радости и интересности была польза. И у меня вообще так получается. Я, кстати, ловлю офигенное чувство радости, что у меня получается давать и пользу, и радость, и что я научился это совмещать. И это то, что я давно-давно хотел, чтобы было именно так. И когда ты живешь по радости, но при этом получается польза, вот это вообще полное. Да, это самое классное вообще. Я так рада, что мы подружились с городами, что мы подружились с семьями, что сейчас время соборности и объединения, и мы друг друга усилены. Поэтому всем тем, кто досмотрел до конца наш эфир, и кто будет смотреть его в записи, я желаю радости и счастья, как поется многолетие. Радости и счастья. Так что еще раз всех с праздником, оказывается, вы же, День Ильи Пророка. Кто бы мог подумать, что сегодня праздник моего рода, и мы как раз про род. Да, я сегодня была в храме, и я за тебя помолилась в том числе. Это прям вот... Памятую, что ты Ильин. То есть это вообще-то знак. Это прям, знаешь, для меня это знак. И я понимаю, что я эту тему буду развивать. И более того, я уже развиваю. Я говорю, что я снимаю фильм про род. Вот очень надеюсь его доделать, потому что это оказалось сильно больше, чем я планировал. То есть и материала много, там людей много в этом уже задействовано. Там бюджет, конечно же, выходит из-под контроля. Мне самому ужасный интерес, чем же это все закончится. Понимаете, материала все больше, а этот объем-то нашего внимания, он сейчас очень ограниченный. И вот я сам не понимаю, как такое... Он не ограничен. Духи, да, но вот по факту, вот есть эфирное время, никуда от этого не денешься. Вот, а почему, друзья, спасибо вам за ваше внимание, что присоединяетесь, что смотрите. Это очень важно. Это именно является стимулом для того, чтобы нам делать дополнительные следующие эфиры, выходить в эфир, вот что-то рассказывать, чем-то делиться. Именно ваше внимание является интересной. Видишь, нас тобой благодарят. Да, я вижу вот эти... Ой, пускайте эти... Посиделок у тебя в гостях. Пускайте сердечки, когда... Будем в гостях с сентября, да. Да, ну, я не могу сказать, что, ребят, там, приезжайте все, там, в дом, да, то есть я боюсь, что мой дом, может, не выдержит, там, обвалится перекрытие. Если приедут все, ну, те, кто меня знает, я всегда всех рад видеть, там, у себя в гостях. И сам тоже в гости могу приехать с удовольствием. Вот, все, друзья, всем пока-пока. Я целую тебя, обнимаю троекратно. Всех тоже, кто был на эфире, обнимаю, целую, шлю прямо вот вам поцелуйчики. Всем привет, про дополнительные эфиры будем сообщать дополнительно, сейчас они у нас потихонечку будут становиться все более-более регулярными. По идее, раза три в неделю будем выходить прямой эфир. Всем пока, спасибо за внимание, до новых встреч. Все, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok